привет дорогие зрители на улице уже сезон нам всем хочется кататься и я за то что все наши покатушки были безопасными мы все были живы здоровы и целы и в данном видео я вам расскажу как уберечь себя от вот такой вот ситуации как на ролике почему это произошло могло быть много причин но я вам расскажу про одну из них а именно если вы знаете что это за крышка то я вас поздравляю вам это видео будет очень интересно а если вы еще не знаете что это за крышка то тем более посмотрите чтобы знать что может быть под этой крышкой и какие вопросы могут скрываться данная крышка крепится на 6 болтов к мотор колесу вот такие вот маленькие 6 болтов мотор колеса тоже 6 отверстий в них резьба эта крышка вкручивается все казалось бы хорошо если не пару моментов первое все самокаты производятся в китае а все мы знаем качество металла в китае колесо по моему с алюминиевой или алюминиевым точно не знаю говорить не буду но сам факт что резьба там слизается вот так и я думаю если вы такие скажете у меня новый самокат меня все классно то ребята все самокаты делаются в китае и китаец вполне мог закручивая слезать резьбу например или если вы купили бы ушный самокат кто-то мог разбирать мотор колесо для гидроизоляции поменять провода или еще что-то и сорвать эти болтики их очень легко сорвать на самом деле пару раз открутил закрутил и можно сорвать а можно как бы закручивать много раз и все будет хорошо как повезет и если у вас есть такой вопрос обязательно смотрите а если у вас такого просто нет я посоветовал вам всем перепроверить чтобы резьба была в порядке дальше почему это так важно потому что на эту крышку крепится тормозной диск и когда у вас эта крышка болтается находит вперед назад вправо влево и соответственно один момент у вас может заблокироваться передний или задний тормоз я думаю это будет опасно особенно если вы будете ехать быстро поэтому в данном видео я вам расскажу о том как решить эту проблему уточнее как по моему мнению лучше всего решить эту проблему поэтому смотрите оценивайте и ставьте лайки еще обязательно подписывайтесь а перед тем как я вам расскажу немножечко рекламы я разрабатываю проект для мотоциклистов электросамокатистов и электровелосипедистов я разрабатываю очень давно и почему я это делаю потому что что каждый из нас сталкивалась тем чтобы найти решение проблемы даже вот такое как с колесом нужно перелопатить очень много страниц на форуме чтобы найти вот такой абзац текста данного человека который будет полезен и дабы избежать этого я хочу создать сервис который объединить нас всех и поможет нам очень легко находить и рассказывать информацию которая важна потому что думаю ты тоже сталкивался с тем что ты написал в чате что-то как исправить проблему или как улучшить самокат и то есть сообщение ушло наверх и потом люди снова спрашивают и тебе приходится снова рассказывать снова и снова и снова думаю если вы сидите в нашем чате то андрюха это как раз про тебя потому что я часто вижу как ты людям советуешь как отремонтировать самокат и постоянно одни и те же одни и те же темы гораздо удобнее это все сделать один раз в одном под посту и и люди будут постоянно заходить ставить лайки и писать комменты ты будешь комментах если что-то подробнее отвечать и будет очень удобно и круто и если вам это нужно поставьте тут пожалуйста да это будет круто или нет нам это не нужно например чатов форумов нам хватает мы готовы тратить кучу времени на то чтобы изучить нужный вопрос а для тех кто заинтересовался ссылочка будет в описании на телеграм-канал сайт еще разрабатывается но скоро уже будет тест и надеюсь вы мне поможете от тестировать все нюансы подсказать как лучше те или иные вопросы реализовать когда посмотрите я вам дам специальные доступы вы первыми зарегистрируетесь кто перейдет по ссылке и будет на канале и за это еще сайт вам даст наградки как тестировщики проекта надеюсь вам понравится эта идея вы захотите приложить немножко усилий для улучшения нашей с вами жизни и упрощение поиска информации всем спасибо за удивленное время на рекламу и продолжаем просмотр ролика про колеса сейчас я вам покажу на колесе как это выглядит смотрите в данном отверстие резьба еще присутствует но качество и и уже сомнительно здесь также отверстие с таким же состоянием резьбы тут мы вообще резьбу не наблюдаем уже смотрите также и в этом отверстие и в этом собственно говоря тоже самое поэтому оцените понять есть у вас данная проблема или нет очень легко также стоит посмотреть на второе колесо поэтому колесу тоже можно понять что его нужно восстанавливать поэтому посоветовавшись владельцам озвучив цену приняли решение что нужно лимитировать два колеса соответственно мы будем делать 24 отверстия и резьбы в них мы начали думать как это можно сделать было несколько вариантов сначала вам скажу те что отбросили а потом тот что мы выбрали но и даже тот что мы выбрали мы сделали слишком сложно вам расскажу как можно сделать все гораздо проще смотрите первый вариант был какой у нас есть шесть отверстий можно просверлить новое отверстие под те болты которые уже использовались ранее но у этого способа есть очень явная проблема в том что будет если вы например сдвинетесь как-то неправильно или слижите резьбу эту же потому что материал тот же если один раз слезал и значит и второй раз большой вероятностью тоже слижется это плохо потому что вам придется потом снова сталкивается эта проблема у вас будет в два раза больше отверстий в вашем колесе и надежность этого думаю пострадает все таки и поэтому даже можно не рассматривать этот вариант мы его отбрасываем второй это взять эти же отверстия увеличить диаметр их и нарезать новую резьбу те же проблемы материал колеса остается тем же вероятность того что вы слижете больше а смотрите еще в чем суть само колесо очень мало места имеет здесь то есть если вы ошибетесь или вам необходимо будет еще раз увеличить то увеличивать будет некуда вы снова попадаете на новый корпус мотор колеса это дорого и вы просто делаете бессмысленную работу далее третий вариант который мы и выбрали берем втулочки вот пример сверлим в отверстие большего диаметра в колесе делаем резьбу наносим фиксатор резьбы вкручиваем втулочки вот те болты которые были завода увеличиваем диаметр отверстий на крышке и все готово профит теперь отверстие выглядит вот так видно или нет резьба вот каждая втулочка стоит с двух сторон на колесе и теперь можно без проблем вот вкручивать болтики вот все надежно вот принципе вот такая вот система сразу вкручивается сразу берется с нескольких витков уже держится крепко и плюс сама крышка тут отверстие чуть расширилась сейчас мне будет сложно одной рукой поставить но все совпадает все классно это самый простой и самый подходящий вариант на наш взгляд теперь как сделать его проще первым делом вам нужно найти эти втулки они продаются в магазинах подберите необходимый диаметр любую резьбу выберите которая вам нравится и любой материал но необходимо все-таки понимать что чем выше класс прочности то есть мы взяли болты стальные 8 класса прочности чтобы наверняка все держалось надежно и резьба больше не слизывалась но почему мы взяли болты потому что на улице коронавирус и мы не можем купить эти втулки нам пришлось брать болты срезать шляпки сверлить в них отверстие прорезать внутри резьбу капец но зато все будет надежно все будет надежно и круто надеюсь у вас когда вы столкнетесь с этим вопросом хотя надеюсь вы не столкнетесь с этим вопросом но если вдруг так случится у вас будут открыты магазины вы сможете спокойно купить это и сделать или же отдать колеса мастеру если вам покажется после просмотра видео это все слишком сложно также можете колеса творить мне я вам сделаю дальше вы нашли эти втулки вы молодцы вы купили их 24 штучки на все отверстия что вам нужно сделать вам нужно как следует закрепить колесо если колесо вот так вот будет двигаться то вы скорее всего просверлили криво отверстие и с этим потом у вас будут проблемы мы для закрепления сделали вот такую конструкцию плюс в этой конструкции сделали отверстие для того чтобы потом удобно было резьбу делать без наклонов лишних и так далее и так далее то есть тоже возьмите на вооружение очень классная тема дальше после того как вы закрепили колеса вам необходимо сверлить чем-то чем вы будете сверлить у всех у нас дома есть дрель я думаю но просто сверлить дрелем это тоже сомнительная идея потому что с большей вероятностью вас рука там дрогнет или еще что-то вы криво просверлить и нет есть конечно люди которые идеально сверлить вы можете сверлить просто вот дрелью но чтобы не покупать опять же корпус колеса рекомендую если у вас дома есть дрель купить специальный станок для дрели что вот так вот рукой можете там рычаг поднимать опускать и дрель просто ровно вверх вниз поднимается пускается думаю хозяйстве пригодится он стоит 900 гривен по моему или если уже у вас как у нас есть станок это вообще просто круто со станком дела гораздо легче проще и быстрее дальше вы просверлили все эти отверстия нужно нарезать резьбу которую вы уже выбрали и купить какой-то или взять со своих старых запасов фиксатор резьбы чем надежнее тем лучше потому что вы закрутите и она не должно выкрутиться то есть должно сидеть надежно и держать эти все нагрузки вы намазали все хорошим фиксатором закрутили данную проставочку которую мы с вами раньше обсуждали в первом этапе и теперь казалось бы все готово но осталось просверлить в крышке отверстие побольше потому что не факт что вы сделали все идеально вдруг чуть-чуть какие-то изменения вы просто не закрутите крышку поэтому стоит ее чуть-чуть переделать чтобы наверняка все закрутилось хорошо в принципе вот и все вы уже все сделали вы все закрутили вы молодец теперь у вас очень надежные колеса и можно кататься спокойно если я все объяснил кого классно понятно ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на канал будет много интересных роликов далее буду рассказывать подробнее если есть какие-то вопросы или идеи про что мне стоит снять ролик тоже пишите в комментарии будем снимать и если у вас какая-то проблема с самокатом можете его отправить мне и я вам его отремонтирую но я берусь не за все задачи по электронике честно сказать я не очень разбираюсь поэтому лучше с этим ко мне не обращаться потому что я вам скажу давайте поменяем просто какой-то узел и все в принципе как чаще всего делается но есть электронщики которые могут менять необходимые в плате детали что ж всем хороших подготовок к сезону покатушек и будьте здоровы до новых встреч друзья